Здравствуйте, меня зовут Горьев Валерий, я лаборант ботанического сада. Хочу показать вам самый щадящий способ, как добыть березовый сок с помощью капельной системы. Березовый сок обычно начинают в Якутии брать в первой декаде мая. Березы берут с широким стволом, желательно вдалеке от города. Почки начали обухать, значит сок уже можно собирать. Надо полторашку чистую, пакет фасовочный, молоток с гвоздем. Делаешь отверстие под наклоном, отрезаем кончик колпачка и вставляем туда поплотнее. Потом смотрим, сколько там расстояния, чтобы лишнего шланга не было в бутылке. Обматываем горлышко пакетом и продырявляем шлангом, чтобы до насекома не попали. Крепим шланг, чтобы не болтался, чтобы ветром не сдуло, не упало. С бечевкой завязываем боток ствола. По краям взял, чтобы она не упала. Даже тяжелое воно будет. Вот 4 дня назад было тепло, и он начал потихоньку уже подтекать. Это солнышко выйдет и еще сильнее побежит. Сейчас время у нас уже 4 часа. Мы сейчас установили бутылку. Завтра в это же время, даже в обед, она уже будет полная. Прошли сутки, бутылка наполнилась. Сейчас мы будем ее снимать. Кол же должен обязательно быть сухим, иначе он будет работать как храник. Так же будет бежать. Нельзя собирать больше литра с дерева в сутки. На лето, в жару, достаешь с морозилки, он оттаивает, весь сахар поднимается наверх. Первые гладки самые сладкие. Если будете брать березовый сок в лесу, не оставляйте после себя мусор. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok